Не отменить, а сдвинуть сроки. Российский инвестиционный форум Сочи перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. В Хосте открылась Аленушка. Новый корпус детского сада построили на месте старого, на улице Октября. По батарее бить уже не надо. В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей и ввести штрафы. В Сочи пройдет лыжня в Кубани. Принять в ней участие могут все желающие, но со своим инвентарем. Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сегодня сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как передает ТАСС, звучали и предложения отменить в этом году форум. Однако отметил премьер-министр, решено не отменить, а перенести мероприятие на другие сроки. Точные даты пока неизвестны. Глава кабинета министров также предложил рассмотреть вопрос о компенсации затрат на форум для его организаторов. Напомню, планировалось, что российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля. Перенос сроков российского инвестиционного форума не повлияет на инвестиционную политику Краснодарского края, сообщил глава Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что одно из главных деловых событий страны – регион, готов принять в любое время. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года. Мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет. Работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме. По мнению главы региона, решение справедливо на фоне сложившейся ситуации. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Российский инвестиционный форум должен был начаться 12 февраля. Ежегодно на площадке собираются бизнесмены и политики, устанавливаются деловые контакты, подписываются многомиллионные соглашения. На сегодняшний день предварительно заявлено около 8 тысяч гостей из десятков стран мира. В прошлом году краевые власти заключили на инвестфоруме соглашение по проектам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного топливно-энергетического комплекса выстроительства на общую сумму почти 300 миллиардов рублей. Евросоюз изменил правила получения шенгенских виз. Новые правила вступили в силу 2 февраля. Они касаются процедуры получения краткосрочных виз в 22 страны шенгенской зоны. С февраля путешественники смогут подавать заявку за 6 месяцев. Раньше разрешалось за 3, но не позднее 15 дней до поездки. Подписать и заполнить форму теперь можно и в электронном виде. Консульский сбор был увеличен с 60 до 80 евро, но стоимость самой визы не изменилась. Кроме того, теперь европейские государства будут учитывать визы друг друга. А шенгенская виза сроком на 5 лет теперь доступна только тем путешественникам, которые в течение трех лет легально получили и использовали двухлетнюю визу. Решение социальных проблем и поиск точек роста для экономики. И такие задачи теперь стоят перед новым исполняющим обязанности главы Услабинского района. Сергея Запорожского местным депутатом представил губернатор Кубани. Вениамин Кондратов выступил на внеочередной сессии Совета муниципального образования. Во время заседания депутаты также приняли отставку действующего руководителя Николая Артющенко. Глава края, в свою очередь, отметил, что жители ждут изменений, так как за последний год в Услабинском районе накопилось много вопросов, которые требуют незамедлительного вмешательства властей. Жители района, они заложники чьих-то хотелок, поэтому нужно просто поставить точку во всем этом. И сегодня, я думаю, что мы ее поставим, потому что нужно экономическое развитие района, социальное, социально-бытовое, всех сфер жизни, всех отраслей, которые возможно задействовать, нужно задействовать для экономического роста. Услабинский район – это мощный район, экономически сильный район. А многие добавляют «был когда-то», друзья, ну как это был когда-то? Все же от нас зависит. От нас. Мы сегодня должны выйти из этой ситуации, перелеснуть страницу и максимально еще сделать все, что не сделали за этот год. Я уже сказал об этом. Губернатор уверен, что Услабинскому району нужен руководитель, который хорошо знает эту территорию и глубоко погружен в существующие проблемы. Новому исполняющему обязанности главы Сергею Запорожскому 43 года. Он родился в станице Кирпильской. Долгое время работал в различных сельскохозяйственных предприятиях района. Последние три года руководил кирпильским сельским поселением. Их своих талантливых и в Услабинском районе достаточно. Людей с высшим образованием, которые могут в том числе делать экономические прорывы. Такой человек, конечно, есть. Я хотел бы вам его предложить. Он будет исполняющим обязанности Услабинского района. Сергей Анатольевич здесь родился. Он был главой поселения. Он был успешным главой поселения. Наверное, единственным, который максимальное количество программ краевых затащил в это поселение. Именно затащил. Исходя из собственных возможностей. Я уверен, что для района он сможет еще больше и программ завести, и вот тот самый экономический прорыв, о котором я говорю, сделать вместе с вами. Надеюсь, что в ближайшем будущем вы его поддержите уже на должность главы Услабинского района. И все у нас получится, по крайней мере. И все, что потеряли, наверстаем, и еще и приумножим. После окончания сессии Совета депутатов Услабинского района народные избранники еще долго общались с губернатором Краснодарского края. На незапланированном совещании говорили о первоочередных задачах, которые стоят перед муниципалитетом. Много вопросов остается в здравоохранении, благоустройстве общественных территорий. Особого внимания также требует сфера ЖКХ. И это лишь часть того, чем придется заняться новому исполняющему обязанности главы района, который, как надеются жители, окажется крепким хозяйственником. Не меньше десяти школ и пяти детских садов должны построить на Кубани в этом году. Такие задачи сегодня на общекраевом планерном совещании озвучил губернатор. Вениамин Кондратьев отметил, что социальные объекты должны не просто ввести в эксплуатацию по бумагам, а оснастить оборудованием и полностью подготовить учреждения для работы. Кроме этого, в Краснодарском крае приступят к возведению еще нескольких школ и детских садов. В этом же году мы договорились, что начнем строительство 20 новых школ и 6 детских садов. Более 4 миллиардов рублей на эти цели зарезервировано в Крыбовом бюджете. Поэтому, коллеги, за вами, я имею в виду главы муниципальных образований и проекта, смертная документация с экспертизой, как и договаривались в прошлом году. За департаментом строительства контроль, за всеми составляющими успеха, за всем алгоритмом, начиная от проекта смертной документации, экспертизы, естественно, и дальше за всем циклом строительных работ, за всем комплексом, который в целом и приведет к результату. Чтобы не затягивать со сроками, для городов и районов края усовершенствовали систему распределения субсидий. Деньги на строительство муниципалитеты получат раньше, а значит, смогут оперативнее провести необходимые тендеры. Также в этом году в регионе планируют отремонтировать 5 поликлиник и 42 больницы. В рамках реализации национального проекта образования в поселке Хоста открылся новый корпус детского сада номер 7 «Аленушка». Он появился на месте старого, который был открыт еще в 1930 году. По случаю новоселья устроили праздник. Здание на улице Октября рассчитано почти на три сотни детей. Нужно сказать, что в Сочи постоянно открываются пристройки к уже существующим детским учреждениям. А вот чтобы отдельный корпус – пока не часто. И было заявлено, открытие этого детского сада практически решит проблему очередей среди дошколят от трех лет в этом районе. Строили полтора года. Старый детский сад устарел и физически, и морально. Было только одно капитальное здание. Остальные – барачного типа. А теперь здесь теплые полы в спальнях, современный пищеблок, медицинский кабинет, оборудованные физкультурные и музыкальные залы. Комфортно в новом здании будет и маломобильным гостям. Кстати, в этом детском саду будут и ясельные группы. Две ясельные группы, куда придут детки с года семи до двух лет – это большое дело. Мамам нужно работать. Поэтому мы полны новых достижений. Мы должны будем идти только вперед. Работать не традиционно с детками. Сейчас у нас современные родители. Думаю, что у нас все получится. Новоселье ждали и дети, и взрослые. Мы очень рады, долго ждали. Но наконец-то уже садик открылся. У нас вообще двое деток сюда пойдут. Очень ждут. Думаю, что всем будет намного комфортнее. Гораздо больше детей смогут пойти в садик. И не только воспитателям, и детям будет легче, но и большому количеству родителей. Для ребенка это только радость. Я думаю, что она будет сюда бежать с удовольствием. Еще еле заберу. Власти Сочи намерены продолжать строительство дошкольных учебных учреждений. Уже разработан проект нового детского сада в поселке Лазаревское на улице Ушакова. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 7, 9 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. В Красной Поляне переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 2. Днем 4, 6 градусов выше нуля. Правозащитник Александр Брод побывал с рабочим визитом в Сочи. Член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека встретился с мэром города Алексеем Капайгородским. Градоначальник обозначил основные темы, с которыми обращаются к властям жители курорта. На первом месте – социальные вопросы. Встретился правозащитник и с представителями общественных организаций. Цель визита – выяснить основные проблемы, которые волнуют горожан. Так, с председателем Общественной палаты Сочи Надеждой Козловой правозащитник поговорил об эффективности диалога с местными жителями и главных темах, которые их беспокоят. Это вопросы ЖКХ, вопросы здравоохранения, социальной защиты. И, естественно, общественность должна внимательно к этим нуждам и запросам относиться. Мы прекрасно помним слова президента, сказанные им в ходе последнего послания федеральному собранию, что в обществе созрел запрос на перемены. Это улучшение качества жизни. Все эти вопросы, естественно, касаются Сочи и его жителей. Также Брод пообщался с председателем городского избиркома Валентиной Ткачевой. Она сообщила, что в единый день голосования 13 сентября в Сочи откроется 243 участка. Сейчас идет отбор дополнительных избирательных пунктов. Кроме того, правозащитник побывал в Центре национальных культур Истоки, где его пригласили на празднование Дня России, который по традиции отметят многонациональным составом города. Добавлю, что итоги своей поездки на курорт Александр Брод уже озвучил на совещании независимого общественного мониторинга в Москве. А в следующий раз в Сочи он приедет уже в этом месяце. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». Позади два выходных и уже один рабочий день. Но эти три дня в истории победного 45-го года значили многое. В Восточной Пруссии наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых овладели городом Зейбург, а также заняли более 50 других населенных пунктов. Как написали в этот день известия, война вернулась на землю, ее породившую. 1 февраля советские летчики бомбят вражеские коммуникации в Померании. Большую помощь наземным войскам маршала Жукова оказали летчики генерал-полковника Руденко. Несмотря на сильный снегопад, летчики днем и ночью штурмовали немецкие укрепления. Пытаясь остановить продвижение наших войск в Померании, немцы перебросили сюда авиацию с Западного фронта. В воздухе разгорались ожесточенные бои. Войска 4-го Украинского фронта тем временем с упорными боями шли через Карпаты. Горы и снежные заносы были не единственным препятствием. Отходя, гитлеровцы взрывали мосты, минировали горные тропы, устраивали завалы. Нашим бойцам приходилось не только вести бои, но и строить новые мосты, расчищать дороги. Там, где не могут пройти машины, тащить на руках пушки и минометы. Саперное отделение сержанта Никулина, например, работая по пояс в снегу и ледяной воде, обезвредило тысячи мин. Союзники в это время вели бои в Голландии и севере Германии. 3 февраля наши войска блокировали немцев в Восточной Пруссии и пошли на Берлин. А бомбардировщики союзников совершили налет на немецкую столицу. Прорвавшись к Донцикской бухте, наши войска освободили тысячи угнанных в Германию людей. Им советовали подождать несколько дней, пока не начнется организованный вывоз. Но люди не хотели ждать. Стремились домой. Шли по дорогам. Больные, слабые, голодные. Их, чем могли, подкармливали наступающие бойцы. В это же время начинается восстановление народного хозяйства. 3 февраля колхозы и совхозы Краснодарского края выполнили план хлебозаготовок и сдали государству хлеба в два раза больше, чем в 43-м. А в Армавире на Краевом собрании пчеловодов подвели итоги года и решили приобрести наличные сбережения для Красной армии самолет-истребитель, 14 танков и 8 мотоциклов. Сочинцы впервые смогут принять участие в переписи населения через интернет. 1 октября стартует главное статистическое событие страны – всероссийская перепись населения. В этот раз она впервые пройдет в цифровом формате. Волонтеры будут записывать данные граждан с помощью электронных планшетов. Также жители смогут заполнить анкету самостоятельно через портал госуслуг. Заполнение электронных листов займет не более 10 минут. Это поможет сэкономить время, не дожидаясь переписчиков. Переписные бланки будут полностью анонимны. Имя, фамилию и отчество указывать в анкете не нужно. Постоянно проживающих в стране граждан попросят ответить на 30 вопросов, а временно находящихся на территории России иностранцев всего на 7. Для сбора статистических данных необходимо будет назвать свой пол, возраст, гражданство и месторождение. Также будет нужно указать национальность, образование, количество детей и семейное положение. Помимо этого участников переписи попросят указать тип жилого помещения, в котором они проживают, время постройки дома и общую площадь квартиры. Одно из нововведений анкеты касается владения русским и другими языками. У жителей спросят, как активно они пользуются ими в повседневной жизни. Ответы позволят оценить эффективность образовательных программ, потребность в национальных школах и определить, какие культурные инициативы необходимо поддержать в стране в первую очередь. В Краснодарском крае завершается прием заявок для участия в конкурсе грантов для некоммерческих организаций. Документы принимаются до 10 февраля включительно. Некоммерческие организации могут подавать свои проекты по таким направлениям, как социальная поддержка и защита граждан, благотворительная деятельность, охрана окружающей среды и защита животных, развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения, деятельность в сфере патриотического воспитания и другие. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 апреля, при этом реализованы они должны быть до декабря. Конкурс призван оказать финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим собственные проекты в крае. Он проводится в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». Заявки на участие в конкурсе принимаются по будням по адресу Краснодар, улица Мира, 28. Более подробная информация по телефонам, которые вы видите на экране. В прошлом году 130 кубанских некоммерческих организаций получили президентские и краевые гранты. Всего на грантовую поддержку некоммерческого сектора края из федерального, регионального и местных бюджетов поступило более 372 миллионов рублей. В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом порталу «Известия» рассказала один из авторов законопроекта, член Комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова. Группа депутатов уже разработала пакет поправок в Кодекс административных правонарушений и Жилищный кодекс. Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23 часов до 7 утра. Денежное наказание для граждан составит от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч. Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины более двух раз в месяц. При этом нарушением тишины не будут читаться звуки, источник которых – обычная жизнедеятельность человека, уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее. Эксперты отметили, что на данный момент федерального закона о тишине не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила. В случае пройдет «Лыжня Кубани». Традиционные массовые соревнования по лыжным гонкам состоятся 9 февраля на базе комплекса для лыжных гонок и биатлона «Лаура». Соревнование пройдет в рамках открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Ограничения возраста для участников нет. Дети до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки от врача. Участники от 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Каждый участник соревнований обязан иметь лыжный инвентарь, лыжи, палки, крепления, лыжные ботинки. Будут открыты две дистанции – 5 и 10 километров. Комиссия по допуску участников работает всю неделю с 9 до 12 часов по адресу улица Воровского, 19. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова